В событиях в нашей стране нескорая помощь. Жители Восточного Казахстана жалуются на работу единой диспетчерской службы. Вызовы в районы уже несколько лет поступают только через областной центр. Это приводит к задержкам в оказании срочной медицинской помощи. Более того, возникает путаница, результат которой даже бывает смерть пациентов. В проблеме разбиралась Анна Лисенбердина. Тапита Жуможанов – житель села Кабанбай в Тарбокатайском районе. 82-летний мужчина несколько дней назад попал на карете скорой помощи в больницу. Обострился хронический бронхит, задыхался. Правда, ждать машину пришлось долго. Но проблема даже не в этом. Сложно вообще дозвониться с района, делится пенсионер. Связь плохая, телефонов обычных нет. Приходится через мобильные звонить. Но даже если дозвонишься, рано радоваться. В Усть-Каменогорске диспетчеры говорят в основном на русском. А мы не знаем языка. Пока объяснишь, что с тобой, пока не пошлют бригаду. Если она еще свободна. Еще и с райцентра пока доедет до нашего аула. Это еще час. И хорошо, если машина приедет по правильному адресу. В районе Алтай в прошлом году произошел вопиющий случай. Диспетчеры отправили помощь вместо села Северное в город по соседству. В итоге погибла женщина от отравления. Был перепутан, просто был назван адрес Береговая. И диспетчер отправил скорую помощь по адресу в городе Серебрянске. Хотя нужно было ехать в другой населенный пункт совершенно. В результате этой путаницы получилось так, что оказание стране отложенной помощи задержалось на 6 часов. То есть был потерян самый первый период, самый важный в таких случаях. И в результате это, конечно, женщина скончалась. И такое может повториться вновь. Ведь порой диспетчеры путают даже районы. Делятся врачи уже в Маркоколе. Там сидят в городе обычные люди, которые знают далеко не всю область. С какого-то села позвонили, они решили, что оно относится к одному району. А на самом деле это вообще другое. Люди жалуются нам, а мы ничего сделать не можем. Задержки постоянно. Трудно и самим бригадам скорой помощи. Бержан Иржаналу фельдшер в Акжаре. Их машина в подчинении центральной больницы. И обслуживает вызовы только четвертой, не срочной категории. Но по факту машину областной службы не хватает. А если они еще блуждают по адресам в селах, то вся нагрузка приходится на местных врачей. Они уезжают в села, в райцентре остаемся только мы. И уже мы должны успевать на все вызовы. Но по факту задерживаемся и на час, и на два. Потому что фактически выполняем чужую работу областной службы. Раньше было гораздо проще. Мы хоть знали, кто звонит откуда, срочно нужна помощь. Даже по голосу пациентов узнавали. Сейчас полная неразбериха. В министерстве здравоохранения же ко всем жалобам, похоже, глухи. Комментарии от их специалистов мы ждали несколько месяцев. И ответ получили только по скайпу. Централизованная диспетчерская служба – это проект по модернизации службы скорой. С его внедрением стали гораздо быстрее ездить на вызовы. И значительно уменьшилось количество жалоб. Видимо, сельчане в отдаленных, приграниченных районах слишком далеко, чтобы достучаться до чиновников. Поэтому люди просят поддержки и надеются, что когда-нибудь им все же вернут диспетчерские службы в каждый райцентр. Чтобы пациенты больше не умирали. Только из-за того, что получили помощь слишком поздно. Анна Лисенберна, Жигеря Абаканов, Восточно-Казахстанская, область, Хабар, 24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!